В 2015 году во всем мире отмечается 70-е годовщина окончания Второй мировой войны и победы над нацизмом. К этому историческому событию в поселке Дубенск Шушенского района Красноярского края был открыт памятник сельчанам, ушедшим на фронт. Накануне 9 мая на это торжественное событие собрались школьники, односельчане, представители районной администрации. Памятный знак открыли выпускница Дубенской школы Ирина Назарян и учитель истории, почетный работник общего образования, руководитель проекта «Сохраним память» Алексей Каминский. Вместе с ними перерезать красную ленточку должен был единственный оставшийся в живых из поселка Дубенск ветеран Великой Отечественной войны Иван Трофимович Кайнов. Именно он вместе с десятками других новобранцев уходил с того места, где стоит сейчас памятник в Дубенске, на фронт. Но из-за болезни Иван Трофимович не смог присутствовать на этом памятном событии. Сегодня в свои 92 года ветеран войны старается держаться изо всех сил, но годы и два, хоть и незначительных, по словам самого ветерана, ранения напоминают о себе все чаще и чаще. И вот спустя пять месяцев директор Дубенской основной школы Татьяна Шульмина и автор идеи создания памятника Алексей Каминский отправились в гости к ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кайнову, чтобы вручить грамоты и фотографии того памятного дня. Уважаемый Иван Трофимович, позвольте от Дубенской школы, от жителей села Дубенское Поздравить вас с этой замечательной датой, вот 70-летие Великой Победы, такое великое событие для нашей страны. Поблагодарить вас за ратный подвиг, доблестную победу в Великой Отечественной войне и большой ваш личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения. Вот такое вам благодарственное письмо, пожалуйста. Спасибо. Иван Трофимович всю войну прошел вместе со своим неразлучным другом, станковым пулеметом «Максим». На учениях, вспоминает ветеран, приходилось собирать замок пулемета с завязанными глазами. Освоив пулемет, который, кстати, весит почти 30 килограмм, он не расставался с ним до самой мобилизации. Старый солдат, вспоминая годы войны, еле сдерживает эмоции, но, собрав силы, по-военному четко и безоговорочно принимает решение – навестить детей в школе Дубенска, откуда и сам родом, и отдать долг памяти тем, кто не вернулся с поля боя. И вот в такой же солнечный, но уже осенний день Иван Трофимович отправляется в долгожданный путь в поселок Дубенск. Что может чувствовать человек, которому каждый перелесок и каждая горка здесь кажутся родными, остается только догадываться. По пути опять разговоры, воспоминания. Например, о том, как его шестилетнего мальчишку отец сажал на лошадь, баранить и привязывал, чтобы тот не упал на землю. Сейчас, говорит ветеран, дети имеют все, не то, что их поколение. А на родине, пусть и малой, как и положено, встречают хлебом с солью. В большом классе уже собралась вся учащаяся молодежь увидеть и услышать саму живую историю. Встреча начинается минутой молчания. А затем целый урок Иван Трофимович рассказывает детям о войне. Не из материалов учебников, а из первых уст ребята узнают то, что случалось на фронте. Ветеран рассказывает, что после месяца учений его, 18-летнего парня, отправили в город Камышин. Город, который находился в 180 километрах от Сталинграда и был круглосуточно озарен заревом от снарядов, которые взорвались в Сталинграде. Такие там были ожесточенные бои. Иван Трофимович участвовал в боях по освобождению Польши от фашистских захватчиков. Он вспоминает поляка, который спасал ценой своей жизни раненого советского офицера. Его часть форсировала Днепр. Наши войска брали Бобруйск, Гомель, Брянск. Участвовал в Курско-Орловской битве в боях под Прохоровкой. Боец вспоминает, что солдаты сутками ничего не ели, но никто не жаловался. Все силы отдавали победе. Иван Трофимович без запинок называет все населенные пункты, как в Советском Союзе, так и в Литве, Польше, там, где проходила его фронтовая тропа. Память воина ни разу не подвела его. Так врезалась в нее та страшная война. Немцы боялись русских, говорит напоследок старый солдат. После урока истории с ветераном все выходят к памятнику солдатам-дубинцам. Иван Трофимович и здесь проявляет характер, поднимается, несмотря на нездоровье, к памятнику и чтит минуты молчания своих односельчан, друзей, одноклассников, ушедших на фронт и не вернувшихся назад. История открытия памятника в Дубенске пополняется еще одним эпизодом. Так же, как и история послевоенных воспоминаний Ивана Трофимовича Кайнова, побывавшего на своей малой родине в поселке Дубенск. А памятник ушедшим на фронт сельчанам будет всегда напоминать всем живущим в Дубенске и особенно подрастающему поколению о том, как дорог мир на земле и как важно сохранить этот мир навсегда.